И всем привет, ребят! С вами Мастер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной теме, которую у нас огласили разработчики игры в одном из предыдущих видеоблогах. Сегодня поговорим о иммунитетах, о защитах на корпуса и о том, что уже в ближайшем будущем у нас появится возможность приобретения сразу же двух иммунитетов или защит устройств на корпус. Покатаем, я думаю, что какие-то каточки, ну и по ходу этого всего обсудим все, что я думаю. Возможно, вы также в комментариях по данным видеороликам выскажите свою точку зрения по этому поводу, ну и запикаемся давайте в какой-нибудь там контроль точек. Исходя из того, что у нас было в видеоблоге неделю назад, как я уже сказал, разработчики анонсировали то, что в ближайшем будущем появится возможность приобретения защитных устройств на корпус сразу же двух. То есть у вас будет возможность, например, одеть сразу два иммунитета, например, от Эмми и от Пробития, чтобы сразу же контрить две разных комбинации вооружений и более комфортно чувствовать. Я думаю, что к этому рано или поздно мы определенно должны прийти, да, и этот анонс и эта инфа от разработчиков для меня не является чем-то удивительным. Потому что, ну, я сам понимаю, что бывает очень большое количество боев, где уже одним иммунитетом или одной защитой не ограничишься. Уже хочется приобрести сразу две, потому что, ну, накидочка довольно плотная происходит, и разработчики сказали, что это не будет как дополнительный слот, а это скорее всего будет работать как возможность приобретения сразу двух иммунитетов. То есть это сразу же для меня лично дополнительная формилка от разработчиков, потому что акцент на два устройства, которые не как слот будут продаваться, да, как у нас, например, есть сейчас четвертый слот резистовый, а именно два устройства вместе дает понять, что это будет работать примерно так же, как было раньше у нас с красками вместе с резистами, да, то есть тебе надо приобретать определенные резы, они, может быть, не будут такими, какими вы бы хотели бы их видеть сами, да, то есть вы, например, хотите иммунитет от пробития, иммунитет от Эмми, а такой, например, комбинации у нас не будет, либо она будет стоить, например, намного дороже, чем комбинация, там, защита, ой, вернее, не защита, а иммунитет, например, от поджога и иммунитет от Эмми, чтобы открывалась дополнительная, например, экономика и дополнительная формилка. Я до конца не понимаю, конечно, как это будет работать, но смею предположить, что эту возможность можно будет выбить из ультраконтейнеров, все у нас новое сейчас именно там и появляется, поэтому здесь, я думаю, что ничего, по сути, не должно меняться. В дальнейшем, возможно, откроется также возможность приобретения отдельно иммунитетов на определенные корпуса, но это все в будущем, пока не особо до конца понятно, как это дело будет работать, но факт инфы о том, что у нас в ближайшем будущем появятся двойные защиты на корпуса уже имеется и я считаю, что это тот самый момент, который нужно обязательно рассуждать, обсуждать и, ну, наверное, для меня лично предугадывать, да. Если у нас не будет такой возможности, что у меня, например, есть два иммунитета на корпусе и я их могу сразу одеть, то, соответственно, я для себя понимаю, что, значит, это будет все приурочено, возможно, даже каким-то определенным нововведением и эти нововведения уже надо будет выбивать из ультраконтейнеров, в которых будет сразу же двойной слот, например, как я уже сказал, иммунитета там от поджога и от эми, или еще каких-то других иммунитетов, но это, наверное, новая метовая фишка проекта, которая, ну, раскроет для себя потенциал игрокам, да, на приобретение всей этой движушечки и кому-то, может быть, это вообще не надо, а кто-то не прочь бы, я бы, вот, например, имея понятие, да, то есть определенных режимов, да, и понимаю, что есть, например, какая-нибудь осадочка, где ты заходишь там и понимаю, что, так, ага, есть против Гаусс, который отключает расходку, при этом есть, например, там, Крусейдер или еще какая-нибудь пушка по типу там рельсы, которая тебя пробивает, и ты понимаешь, что, ну, вот, если бы сейчас у тебя было бы два иммунитета, то ты бы смог бы сразу же законтрить все это дело, а запикиваясь в обычный бой, имея только один, тебе приходится выбирать и зачастую очень плотненько страдать, возможно, это решит определенные проблемы, но, с другой стороны, это внесет дополнительный дисбаланс, потому что будут определенные игроки, у которых будет возможность приобретения, например, тех же ультраконтейнеров и выбивания этих устройств двойных, да, может, даже там после двойных откроются там и тройные, да, если у нас сейчас уже в игре есть четверные модули, то я не удивлюсь, если у нас будет в дальнейшем возможность приобретения сразу трех устройств и одевания их на один корпус, но пока у нас идет речь только о двойных устройствах на корпус, и понятное дело, что это все будет очень дисбалансно, у меня, например, если я не покупаю ультраконтейнеры и все прочее, у меня не будет возможности, а у кого-то эта возможность будет, но, и, как бы, pay to win здесь уже становится все жестче и жестче, но, с другой стороны, есть сейчас возможность приобретения с супермиссией ультраконтейнеров и бывает что-то годненькое там дропает и, быть может, именно вот один раз возьмет, так дропнет и дропнет именно то, что нужно, да, не какой-то там левый прикольчик, а сразу же выпадет тот самый иммунитетик, который вы долго ждали, да, и долго хотели. В любом случае, это новая интересная возможность, которую можно будет реализовывать в матчмейкинге и, наверное, мы к этому идем, да, непонятно пока что, когда она точно появится, но то, что уже такая информация имеется от разработчиков и они ее открыто говорят в ответах на вопросах, да, то есть задавал у нас один из игроков вопрос о том, что он страдает и, может быть, уже стоит сделать двойные иммунитеты и двойные устройства на корпуса, где сказали о том, что такая возможность будет, но она будет работать как дабл устройство, да, то есть не то, что вы сами можете выбирать, а именно то, что это будет как дополнительная функция, ну и для меня это, как я уже сказал, означает, что это будет дополнительная формилка в разделе, скорее всего, ультраконтейнеров. Я не думаю, что это будет продаваться просто как отдельные предметы за танкойны, понятное дело, что это дело точно будет не за кристаллы, это будет приурочено непосредственно либо к танкойнам и продажи в общем доступе, что я, ну, наверное, во что я, наверное, не совсем верю, да, в связи с тем, что у нас в последнее время все сводится к ультраконтейнерам и все новые плюшки, все новые устройства и все новые предметики появляются именно здесь, соответственно, скорее всего, постепенно, я думаю, что не сразу, мы будем видеть новые двойные устройства. Единственное, что я вот для себя сейчас думаю, как это будет работать, то есть, например, у нас будет двойной слот на определенный корпус, или это будет двойной слот, который можно будет выбрать самому на какой-нибудь корпус, да, то есть, либо это будет сразу определенный, например, арест, либо у вас будет выбор, то есть, вот здесь я сомневаюсь ответить, но все же, скорее всего, наверное, это будет определенный корпус, а если будет это определенный корпус, то это будет безумно большое количество новых устройств на корпуса, это, наверное, будет в какой-то степени радость для тех ребят, которые вкладывают в игру, потому что я знаю сейчас очень много ребят, которые открывают ультраконтейнеры, и им уже нечего просто выбивать у них, вот если я так открываю, то у меня здесь красные там теслочки, броненосцы, кризисы и другие всякие предметы, которые мне нужно выбивать, да, есть, у них здесь просто открывают, и как вот у меня с обычных контейнеров, да, то есть, тут в красном ничего нету, здесь, например, там, ну, как бы у них там условно это фиолетовый тут пусто, там золотой тут пусто, да, у меня-то еще и здесь, да, как бы остаются устройства, которые еще не выбил, у них уже все выбито, и для них это будет определенная радость, что будет новые устройства, новые желания выбивать их, ну, а для меня это, наверное, очередная головная боль и мысли о том, как это дело можно будет законтрить, да, но при этом я понимаю, что есть определенные бои, где уже на данный период времени есть необходимость в двойных резистах и еще и с вводом с челленджа устройства на страйкера от оглушения, я вот даже вчера, катая на стриме, замечал такую ситуацию, что меня просто пробивает противник, оглушает противник и, ну, ты не можешь ничего сделать, да, то есть, тебя контрят разными устройствами и ты просто стоишь и не понимаешь, что тебе делать, поэтому такие устройства явно решат эту проблему, посмотрим, увидим, когда они выйдут, но если уже анонс есть, это повод поразмыслить, подумать, как это дело будет работать, вам я предлагаю также поделиться своими мыслями по этому поводу в комментариях к этому видеоролику, расскажите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу двойных устройств на корпуса и хотели бы вы видеть их или же все-таки считаете, что это что-то дисбалансное и вы негативно относитесь к подобным движениям, которые разработчики уже анонсировали в одном из предыдущих видеоблогов. У меня, друзья, на этом все, обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал, если еще вдруг не подписано, как я уже сказал, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!